Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Сегодня в рамках нашего обзора мы осветим события по основным конкурентам американской валюты, подорожавшим против доллара на прошедших торгах. Также проанализируем динамику нефтяного актива Brent, поговорим о рубле и обозначим ключевые ориентиры на сегодняшнюю сессию. Начнем мы обзор с нефти Brent. На торгах во вторник курс дешевел, в ожидании отчета от Американского института API. Прорыв нижней границы 40 долларов 50 центов за баррель полуторанедельного канала на открытии вчерашних торгов спровоцировал более глубокую коррекцию курса нефти, обновивший двухнедельный минимум до отметки 39 долларов и 45 центов. К концу торгов Brent удалось восстановиться и завершить сессию на уровне 40 долларов 5 центов на фоне слабого доллара. Ключевых давлеющих факторов сразу два. Во-первых, запасы нефти продолжают расти. Вчерашний отчет показал рост запасов на 2 миллиона 600 тысяч баррелей, хотя прогноз был рост на 2 миллиона. Во-вторых, это позиция Ирана, собирающегося продолжить наращивание добычи, что может сорвать заключение сделки в ДОХе 17 апреля между крупными экспортерами. Актуальная котировка нефти это 40 долларов за баррель. Сегодня ждем публикации отчета от Министерства энергетики США в 17.30 по Москве, прогноз по которой это рост на 3 миллиона 167 тысяч баррелей за прошедшую неделю. В случае увеличения запасов выше прогнозного значения мы рискуем увидеть падение нефтяного курса до 39 долларов за баррель с последующей динамикой в сторону отметки 38 долларов. Теперь обратимся к российскому рынку. Пара доллар-рубль в понедельник открылась с гэпом вверх на 36 копеек с отметки 68.73. Нисходящая ралли нефти, а также завершившийся налоговый период лишили рубль поддержки, который дешевел большую часть сессии. Пара достигла отметки 69.16, обновив максимум с 25 марта. Однако последующее ослабление американской валюты против всех основных конкурентов поспособствовало резкому укреплению рубля. Доллар в течение двух часов потерял в цене 1 рубль и 32 копейки, благодаря чему пара завершила сессию на уровне 68.09. Таким образом рубль нашел поддержку в слабом долларе, в то время как экспортеры значительно поубарили активность. К сожалению, снижение нефтяных цен сегодня способно отправить пару торговаться к уровню 69 рублей за доллар. Однако самый негативный сценарий – это движение выше к отметке 69.50.70. Во вторник пара евро-доллара значительно развела восходящую коррекцию понедельника на фоне осторожных заявлений главы Федрезерва Джанет Йеллен. В своем выступлении госпожа Йеллен придерживалась голубиного тона, как и на предыдущей встрече. Она отметила, что ожидания комитета с декабрьского заседания, когда была поднята ставка в последний раз, остались прежними. Учитывая нынешние экономические условия, Федрезерв придерживается позиции, что только постепенное увеличение ставки по федеральным фондам будет оправданным в ближайшие годы. И, безусловно, комитет ожидает как дальнейшего роста экономики, улучшения на рынке труда, так и движения инфляции к таргетированному уровню 2% к 2017-2018 году. Помимо этого, глава ФРС обратила внимание на увеличение потребительских расходов, движимых стабильным приростом доходов и постепенное восстановление на рынке жилья. С другой стороны, по-прежнему наблюдается слабость в производственном секторе, который страдает от медленного роста мировой экономики, низких ценах на нефть, которые деструктивно сказались на энергетическом секторе, что привело к снижению уровня занятости в данной отрасли. Таким образом, шансы на повышение ставки в апреле после вчерашнего заседания близки к нулю, однако надежда на июнь сохраняется. В завершении выступления госпожа Елен, как всегда, резюмировала, что комитет будет действовать осторожно ввиду ограниченности его инструментария, однако, безусловно, будет реагировать на непредвиденные позитивные изменения в экономике США. Однако, еще до заседания ФРС были опубликованы данные по уровню доверия потребителей, данные вышли сильные, лучше прогнозов, рост до уровня 96,2 при прогнозе 94. Однако, статистика была проигнорирована рынком, но для дальнейшей оценки перспектив доллара показатель, конечно, важен. Если в пятницу отчет по количеству созданных новых рабочих мест порадует инвесторов, то доллар вновь сможет укрепиться против конкурентов, но до пятницы еще две сессии, поэтому, вероятно, коррекция продолжится, что позволит занять нам наилучшие точки для входа с продажами по паре евро-доллар. Вчерашний день пара завершила на отметке 1,1289, укрепившись на 96 пунктов, максимум дня 1,1302. Актуальная котировка на данный момент это 1,1298 и сегодня мы ждем тестирования сопротивления 1,1330. Во вторник доллар подешевел против японского конкурента. Разочарованные быки по американской валюты не удержали пару от падения, которое подешевело с уровня 1,1342 до отметки 1,1267 в течение сессии. Влатильность по паре составила 119 пунктов, перекрыв рост американца за предыдущих два торговых дня. Быкам не удалось закрепиться выше ключевого сопротивления 113,75, а потеря поддержки 113 усугубила позиции доллара, ускорив снижение пары на азиатской сессии сегодняшних торгов. Ночью вышли умеренные данные по промышленному производству Японии, которые рынок встретил позитивно. В месячном выражении уровень промпроизводства сократился на 6,2% в феврале, при прогнозе ослабления на 6%, однако годовой показатель сократился лишь на 1,5%, при январском значении минус 3,8%. Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на доллар в паре с иеной. Вчерашний сигнал на покупку на отскоке от поддержки 113 не сработал, так как пара провалилась ниже. Актуальная котировка 112,32. Сегодня будем тестировать поддержку на данных от ADP. Если доллару удастся отскочить от уровня 112, то можно возобновлять покупки пары. Пока что события на этой неделе не на стороне американской валюты. Вчера после продолжительных выходных на рынок вернулись европейские игроки на радостях, развившие восходящую коррекцию понедельника по фунту. Пара вновь была крайне волатильна. На этот раз торговый диапазон составил 209 пунктов, 128 из которых быки занесли себе в актив. В течение двух сессий пара укрепилась на 251 пункт, полностью отыграв потери предыдущих четырех торговых дней. Не исключено, что сегодня рынок может развернуться в пользу доллара, так как риски, связанные с британской валютой, остаются прежними. В долгосрочной перспективе это референдум в июне с возможным выходом Великобритании из ЕС. На этой неделе рынок ждет завтрашнего заседания Банка Англии, на котором его глава Майк Карни выскажет свою точку зрения относительно экономики Великобритании и курса фунта. Актуальная котировка по фунту отметка 1,4370. На сегодня внутридневные идеи это продажи с целью 1,43, при этом закрепление выше уровня 1,4450 чревато ослаблением медвежьего импульса. Поэтому фунт можно сегодня продавать и нацеливаться на уровень 1,43 ровно. Канадская валюта получила второе дыхание после голубиных комментариев Джанет Йеллен. Пара развила коррекцию понедельника, подешевев на 113 пунктов. Я поздравляю тех трейдеров, кто воспользовался нашим сигналом на продажу. Напомним, что вчера была предложена идея продавать пару, когда курс был в области 1,3190-1,32 с целью 1,3190-1,3050. Цель 1,3190 была достигнута еще вчера, а уровень 1,3050 был задет сегодня ночью 3 часа по Москве. Последние 10 часов пара доллар-канада пребывает в 30-пунктовом диапазоне 1,3050-1,3080. Актуальная котировка это отметка 1,3076. Вероятно, что рынок уже переварил вчерашние события. Сегодня можно сыграть на повышение курса к уровню 1,3120, а также можно рискнуть и до отметки 1,3150, ориентируясь на пятничные отчеты по рынку труда США и по безработице. На прошедших торгах островец наравне с канадской валютой принес нам прибыль. Напомню, что ключевой идеей вчерашнего дня было тестирование поддержки 0,75. На закреплении ниже уровня 0,7450 планировалось открывать короткую позицию, однако случился отскок от поддержки, сигнализирующий о необходимости покупки пары. Таким образом, учитывая актуальную котировку 0,7629, прибыль по сделке составляет около 100 пунктов, которую предлагаю зафиксировать и сегодня понаблюдать за парой со стороны. Следующее сопротивление это уровень 0,7680, тестирование которого уже проходило на второй неделе марта, однако неудачно. Напомню, что выше данной отметки пара была последний раз в конце июня прошлого года. Предлагаем продавать австралийцы против доллара, если давление быков окажется недостаточным, и мы увидим отскок от сопротивления 0,7680. Сегодня стоит уделить внимание публикациям по индексу потребительских цен в Германии в 15 часов по Москве. Далее нас ждет отчет от АДП по изменению числа занятых в 15.15. Пока что прогноз это рост количества рабочих мест в марте на 194 тысячи, а для торговцев сырьевыми активами будут актуальные данные от Министерства энергетики США по запасам нефти в 17.30 по Москве. Как всегда, мы готовы ответить на ваши вопросы на нашем форуме. Помимо этого, можете их задавать в подписи к видео на нашем канале YouTube. Но на сегодня это все. Я вас благодарю за внимание. Желаю всем сегодня удачных сделок. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok